вчера я беседовал с михаилом ходораковским в том числе в эфире и он сказал такую мысль что вот на самом деле революция возможна в россии просто нужно чтобы люди которые эту революцию организовали в первую очередь подумали о том где взять оружие то есть сегодня действительно вопрос смены режима только в одном если у тех кто этот режим сносит танк я думаю я думаю что это понимание но наконец уже как-то приходит и мы примерно понимаем где нужно создавать такую российскую повстанческую армию по крайней мере территория совершенно понятно и это делать надо и хватит уже вот этих вот интеллигентских розовых соплей что режим сам рухнет что общество проснется ужаснется все дело в том что собственный путин коллективный путин его банда вся она довела страну до того что никаких бархатных реформ уже не будет все мы проехали это в 12 году проехали это 11 лет назад были еще какие-то перекрестки да до 14 года когда можно было бы говорить о каком-то там не знаю там кредом реформирования там не бархатом на более серьезный сейчас сейчас а можно ли говорить что вот тогда в 11 году получается что мы все просрали потому что мы послушались условных пархоменко и не послушались условного лимонова ну вполне себе не условно с другой стороны да то есть нужно было тогда не идти с мирным протестом на болотную а идти на площадь революцию с немирным и может быть тогда удалось бы в то время еще что-то доснести что-то допоменять а не пожинать плоды того неудавшегося полу бунтика которые в том числе заключались в четырнадцатом году и вот в этом 2022 вообще как ты говоришь тот самый условный парфоненко или сам лично парфоненко благодаря ему собственно я думаю ты жив сейчас поскольку поскольку на болотной площади было очень много моих студентов и ты был там были мои собственные дети но хорошо пошли бы на штурм кремля и что и что нет тогда не общество не восставшие не были ни к чему готовы естественно и просто был бы тянем и не все нет я я даю себе отчет в том что если бы я тогда пошел за лимоновым а не условно говоря с тобой на болотную с мирным протестом то вряд ли бы мы с тобой сегодня вообще в этом эфире говорили и я это прекрасно понимаю но сейчас да действительно время поменялось но а если сейчас те кто готов брать это оружие в руки и кому мы уехавшие и такие мирные можем сказать да ты молодец бери ну во первых не такие уж мои мирные да то что вчера сказал ходорковский например для меня важно для меня важно что один из лидеров оппозиции уже говорит про необходимость в конце концов снабжения восставших оружием то что это могут делать бывшие заключенные но и заключенные вообще мы вчера увидели то что в россии есть партизанское движение мы видим каждую по приговору оно есть оно есть стихийное я уверена что оно есть не стихийное я уверена что оно есть и крайне мере оно готовит себя а то что есть русский добровольческий корпус мы тоже уже видели все это все это есть все это зреть все это назревает и рано или поздно оторванет и как мы понимаем уже без крови не обойтись но можно было обойтись 10 лет назад можно было обойтись пять лет назад даже можно было наверное обойтись еще два года назад хотя вряд ли а сейчас уже сейчас уже действительно речь идет о гражданской войне зыки простят пригожину то что он все слил потому что я послушал это обращение группы штурм и сквозь эти кадры сквозит конечно ненависть ну на первый взгляд никогда не простят безусловно что все это да ты шерстиной да прозвучало а это означает сотрудничающие с администрацией интересы своих товарищей но ведь заключенных такая же память как и у большинства россиян золотые рыб они забудут уже через несколько месяцев все забудут ну и и того да и того по пунктам давай пригожина грохнут пригожина грохнут путина простят народ или запомнят на сегодняшний позор запомнят вот это запомнят потому что в конце концов это это очень здорово запоминается и это его конечно грандиозный провал не первый не первый но первый который дошел до каждого у кого есть телевизор фронт ждут изменения да ну если ждут изменения минобороны то видимо ждут изменения и фронт я не военный специалист но то что вообще ждут перемена безусловно потому что опять же армия показала что ее нет и что в принципе в принципе она готова развернуться на 180 градусов по большому счету в любую секунду и у нее есть ли это все основания вы видели все мы все видели генерала алексеева мы все это видели то есть проходит несколько часов как грозится генерала алексей был бы был бы пригожен был бы был бы измена а потом просят ему улыбается велеть жопой веление жопа это конечно удивительное умение российских элит это была ольга романова журналистка и правозащитница подписывайтесь на телеканал ольги ссылочка в описании youtube канал называется мыр если ничего не путаю я во всяком случае регулярно смотрю спасибо вам